Здравствуйте! В эфире программа «Персональный акцент». Сегодня поговорим о том, кто и как лишает молдавских детей детства. Почему быть ребенком в Молдове значит быть в зоне риска. Почему наши дети не защищены от нерадивых воспитателей. Куда делись профессионалы-медики. Как отвоевать у улицы детские души. Об этом и многом другом поговорим с депутатом парламента, членом парламентской комиссии по здравоохранению, социальной защите и семье Владимиром Односталком. Здравствуйте! Добрый вечер! По данным МВД Молдовы в прошлом году, вот я беру такую поверхностную статистику, тем не менее, 640 детей сбежали из дома. Почти 1400 несовершеннолетних попали в поле зрения полиции. То есть бродяжничали. Большинство совершенных правонарушений связано с воровством. Более 300 детей стали жертвами сексуальных домогательств. 114 ребят совершили попытку самоубийства. Вот такая статистика. Более того, скажу, что годом раньше, 150, согласно опять же статистике МВД, более 150 детей пытались покончить жизнь самоубийством. Что происходит в нашей стране и что предпринимается, чтобы эту статистику свести на нет? Во-первых, очень плохо, когда власть воспринимает, а к сожалению, сейчас мы имеем именно такое отношение власти к людям, как вот эти вот правонарушения, количество смертей, количество попыток суицида, потребление наркотиков, ухода из домов и количество детей улиц, не будем говорить бродяжничеством, занимается, потому что на самом деле жалко таких детей, детей улиц, воспринимают, относятся к ним как к статистике. Вот то же самое происходит сейчас. Но если даже пойти по статистике, вот это у вас цифры более-менее свежие. А если вы бы сравнили эти цифры в коррекции последних трех лет, вы бы увидели рост. Рост происходит абсолютно по каждой той позиции, о которой вы говорили. Почему так происходит? Потому что одно дело декларировать, когда у тебя все хорошо, одно дело говорить по телевизору, заявлять партнерам по развитию, которые тебе выдают кредиты, гранты, различные социальные программы, о которых я расскажу немножко попозже. А другое дело, когда у тебя есть реальная ситуация в городах, в селах, в деревнях республики, и ты туда не выезжаешь, ты не понимаешь, что там происходит. Вот это и есть ситуация. Почему эта ситуация образовалась? Потому что на сегодняшний день конкретных четких действий по анализу каждого сегмента, то, о чем вы сказали, по понятию причин, почему же так происходит. Наверное, не потому, что понятно, что финансовый фактор, он основополагающий у нас в стране в очень многих областях. Тотальная нищета, подталкивает людей по иску работы, в итоге даже наоборот, люди теряют жилища. Жилища, да, да не просто подталкивает, она вынуждает людей это делать. Есть еще момент менеджмента, есть момент желания работать, желания что-то сделать полезное. Тогда, когда у тебя дети находятся за границей, у них все хорошо, ты здесь деньги, мягко говоря, выразимся дипломатическим языком, зарабатываешь. Или языком Астапа Бендера владеешь относительно честным способом отъема денег у граждан. И они у тебя учатся за границей, у тебя все замечательно, у твоих детей все замечательно. Ты понимаешь, что и внуков будет все хорошо, то ты не думаешь о детях, тех, кто за тебя голосовал здесь на месте. Тебе, я извиняюсь, просто плевать на это все. Вот такое вот отношение у наших нынешних правителей. Ведь, когда человек не связывает будущее своих детей с этой страной, он ничего сюда не будет вкладывать, ничего не будет здесь работать. Поэтому, вот такой вот подход временщиков, он дал нам результаты той власти, которая у нас происходит. Это катастрофа социальная, по большому счету. Смотрите, что мы сделаем со своим будущим. У нас не просто социальная катастрофа, у нас демографический кризис, демографическая яма, серьезнейшая. У нас эпидемия детско-юношеской наркомании. У нас проблема с психическим здоровьем общества. Потому что те, посмотрите, девиации, которые происходят, то есть поведение, которое отходит от нормы, убийства, изнасилования, агрессия, которая даже обычным людям в голову не приходит, что можно, извиняюсь, сфотографироваться рядом с тем человеком, которого ты только что убил. Агрессия члена семьи против другого члена семьи. Я говорю о том, когда муж избивают женщину и двухмесячного ребенка. И это только те случаи, которые, благодаря вам, журналистам, мы знаем. А ведь такие случаи повседневные. И, казалось бы, нас мало, нас 42 района. Какие-то через 100 километров творится то, что ты видишь по телевизору в других странах и думаешь, это не Молдова. Вот, теперь это Молдова, теперь это надо понять. И это результат отсутствия социальной политики нынешних властей. Это результат отсутствия правильной политики в здравоохранении. Это результат отсутствия системы образования, государственной идеологии, которая бы воспитывала чувство патриотизма у молодых людей. Этого всего на сегодняшний день нет. А так как этого нет, это порождает вот такие вот негативные последствия. Это порождает наркоманию, это порождает отвратительное отношение детей к своим родителям, к бабушкам, к дедушкам. Мы видим, это сегодня есть не везде, но это есть. Это порождает ненормальные отношения в семье, это порождает тотальное недоверие не просто к власти, а ко всем сегментам жизнедеятельности человека. Начиная от системы здравоохранения тогда, когда мы думаем, моя жена должна родить либо в том роддоме, либо в этом роддоме. А давай в частную клинику отдадим. Почему? Ну, я не доверяю здесь и так далее. В садике то же самое, мы видим, что происходит в детсадах. Это же комплексная проблема. Не только люди виноваты, которые там в этом работают. И их вина есть, они устали, они перегружены. Они думают о том, как прокормить ребенка, а не о том, как присмотреть за ребенком, которого в детсад другие родители привели. И так далее, и тому подобное. И вот такой сегмент проблем у нас есть. Пенсионная система, люди получают зарплату в конвертах. Правительство, с одной стороны, призывает, значит, выплачивать и требовать, чтобы тебе выплачивали деньги чистыми, чтобы ты официально был трудоустроен, отчисление в соцфонд, в медфонд. А с другой стороны, человек думает, зачем мне это нужно? Я зарплату, я пенсию свою не получу, потому что он смотрит на свою маму, на своего папу, на соседа, который получает полторы тысячи лей, 1600 лей сегодня. То есть 100 долларов или там 100 евро, это очень не мысльно. Это мы не говорим о космосе в данном случае. Сегодня я разговариваю с женщиной, у нее 52 года медицинского стажа, 1600 лей зарплата. 52 года. Пенсия, я прошу прощения. Естественно, люди не доверяют. Система здравоохранения. Тоже недоверие. Медицинский полис. Многие говорят, да, медицинский полис что-то нам дает. Ты приходишь в больницу, если у тебя госпитализация, окажут бесплатную первичную медицинскую помощь. Если там дальше что-то серьезное, то с тобой уже начинают общаться по списку. Когда ты ложишься, да, койко-место бесплатно, питание бесплатное, но дальше все относительно бесплатно, будем так говорить. Потому что не будем обвинять в этом только врачей. Есть проблема взяточности врачей, есть проблема ожидания благодарности, будем так выражаться. Но с другой стороны, ведь эта система, эта система сформирована верхами, эта система сформирована медицинскими чиновниками. И тогда люди задаются вопросом, зачем опять же мне устраиваться официально на работу, чтобы платить в медфонд 9% от моего заработка. 4,5% он, 4,5% предприятия оплачивает. И в конце концов, я все равно эти деньги почу. Еще раз доплачивать тоже в руки, да. Зачем это делать? Сегодня я в соцсетях общался, и мужчина с фалештами пишет, говорит о том, что он пошел в центр переливания крови в фалештах, так со своим шприцом. Недоверие было к шприцам? Нет, просто сотрудники медучреждения сказали, кровь сдаем со своим шприцом. То есть человек пришел, сдает, волонтер, помогите, приветствуйте это. Вот такая ситуация. И вина-то не только, виновата система менеджмента, отсутствие управления. Обратите внимание, у нас же министры социального блока, они меняются чаще, чем времена года. Буквально недавно нового министра. Опять, да, поменяли. Ну, думают, может быть, что-то там поменяется. Эффективный менеджер считает, наверное. Ну, посмотрим. Судя по опыту этого эффективного менеджера, повышать цены на свет, вводить новые штрафы за неоплату и заниматься другими незаконными вопросами, которые отражены в отчетах счетной палаты. Все мы слышали об этих скандалах на десятки миллионов леев. Она умеет. Что касается медицины, ну, опять же, если она сама лечится и если получает услуги медицинские, если ее родственники получают услуги медицинские в частных клиниках, либо это заграничные специализированные клиники, не нужно говорить, какое будет отношение к этому всему. Всегда хотелось провести какой-то, не знаю, социальный журналистский эксперимент. Например, взять того или иного депутата, министра и прожить с ним. Вот видеокамера, журналист или просто видеокамера с оператором, чтобы он прожил неделю, месяц на те деньги, на которые сегодня живет бюджетник. И возьмем самого необходимого сегодня бюджетника, например, воспитателя детского сада. И пусть вот на зарплату воспитательного детского сада проживет министр образования. И посмотрим, в принципе, может быть, действительно, когда он пройдет через вот эти жирнова судьбы, в нашем лице что-то изменится. Хотя это, в общем-то, опять же, наверное, всего лишь мечта. На такой эксперимент никто из этих людей не пойдет только потому, что они понимают, что на эти деньги действительно нельзя выжить. А выжить может только тот, кто способен к этому. Кто, наверное, ну, не знаю, либо самоотверженно работает за эти копейки, либо тот, кому просто уже деваться некуда. Это, опять же, социальная деградация. Потому что человек, которому деваться некуда, он социально, в общем-то, ну, здесь я не знаю, насколько он готов к этой работе. Мы же даем, например, в детские сады детей самое дорогое, что есть. А что получаем? Посмотрите, в социальной сети вот недавно был вброс разговоров воспитателей с детьми. То есть, видимо, родители там записали каким-то это образом. Волосы дыбом стоят, потому что, когда слушаешь о том, как с детьми разговаривают, в общем-то, как с ними, то есть один на один остается этот ребенок с человеком, которому фактически уже монстр, которому, в общем-то, нельзя доверять чужое будущее. Денислав, очень правильно сказано, было вам больше, скажу. Я задумывался не один раз по примеру российских коллег. Вот они там тоже своих чиновников разных уровней. У них, мы знаем, министерство на уровне областей и так далее. Проучали, будем так называть, пытались прожить на сумму минимального прожитого личного минимума. У нас там это около тысячи... Катастрофически ходили при этом, наверное. Да, и я предложил, не буду говорить, кому из медицинских чиновников, я говорю, что вот есть такая идея, я говорю, давайте попробуем пожить на это, сразу распланируем оплаты все, все растраты, продукты, одежду. Потом мы отказались от одежды, потому что она не входит сюда, невозможно. Оплату коммунальных услуг, транспорт, телефон, ну сейчас и так далее. И один из них высокопоставленный, кстати, гражданин, еще мне пошутил, говорит, Владимир, говорит, ну тебе надо перед этим так плотно сесть на объедание месяца-два, чтобы потом ты... Было что скидывать. Да, не почувствовал. Но я уверен в одном, что на зарплату нянечки, что на зарплату педагога прожить очень и очень тяжело. Особенно нянечки. Особенно неблагодарность. Это не приоритет. Любое государство, оно в приоритет ставит образование и здравоохранение. Это те столпы, на которых держатся, будем так говорить, будущие результаты национальной экономики. Когда человек здоров, когда человек образован, понятно, что нельзя всех научить так, как хотелось бы. Но когда мы говорим о большей части, это уже успех. Тогда и есть успех у государства в экономическом плане. Тогда страна действительно независима. А у нас что происходит? Я не хочу, опять же, никого обвинять. Просто анализируем факты. У нас наше правительство берет кредиты. Берет гранты, полукредиты. Для их получения целой списки условий. И как правило, с чего начинается? Два же момента, два способа выплаты кредитов. Это либо оптимизация расходов. Либо государство... Снимает нагрузку с бюджетом. Либо государство должно больше денег зарабатывать, чтобы отдавать. Зарабатывать больше денег, как показала нынешняя власть девятилетняя, они не умеют. Они могут только отнимать. Причем уже руку без себестоимости ставят в банки, ставят в бюджет национальный. В соцфонды, в социальные деньги лезут. В медицинский фонд и так далее. Либо оптимизироваться. Но вот оптимизироваться они научились. Давайте закроем школы. Давайте посмотрим. Сначала говорили, закроем больницы. Потом мы подняли шум, начали отстаивать. Пошли в ровните ряд протестов. Была проведена большая работа на уровне районных консилиумов. Сейчас они не получают. Министра убрали. Почему? Потому что уже образ того министра плохой. Поставили другого министра. Давайте посмотрим, что с ним сделать. И ввели новые понятия. Оптимизация отделений. Вот так. Вы понимаете, что было хирургическое стало. Да, было хирургическое. Посчитали, что оно не нужно, это хирургическое отделение. Давай поставим просто койко-места. Давайте для начала мы поймем вообще потребности этого района в медицине. Вообще посмотрим приоритеты развития. Оставить или не оставить больницу. Величит ли количество койко-мест. Что касается распределения персонала. Это ведь глубокий анализ потребностей не просто пациентов. Это потребности всего района. Это целое экономическое развитие. Потому что когда ты хочешь делать какие-то инвестиции, тебе там нужно открыть завод. Либо есть возможность открытия каких-либо производств товаров, либо услуг. Ты должен посмотреть весь комплекс этих моментов жизнеразвивающих. А у нас как оно делается? Просто смутно. Что же тогда в итоге? Что в итоге предлагается? Как можно изменить ситуацию? Кроме как критиковать ее. Например, видите, я начал наш с вами разговор с темой суицида. Что можно было бы сделать для того, чтобы эту волну, знаете, ведь страшно. Начиная свою жизнь, ты уже пытаешься ее прекратить. Вот что можно сделать хотя бы вот с этим? Я думаю, тему суицида можно раскрыть во второй части ответа. Что касается, что делать? Все говорят, вы критикуете. Да, мы критикуем. Но мы предлагаем. Другой вопрос, что власти не хотят слышать это. У нас, например, в экономическом блоке. Мы все знаем, у нас, все знают Голотюка Владимира Ивановича. Одного из лучших людей в республике, кто разбирается в национальной экономике, в банковском секторе. Не знаю, я бы на месте вот этих министров, которые приходят и ухмыляются. Я предполагаю, ухмыляются, потому что не цепляется у них голове это все. Просто конспектировал бы выступление Владимира Ивановича. И на базе этих выступлений старался бы корректировать свою бездеятельность. Это не происходит. Мы предлагаем все время не просто, давайте увеличим в шесть раз, к примеру. Мы же говорим, откуда взять деньги. Мы же говорим, где их заработать, эти деньги. Президент говорит, ребята, откроем рынки. Будут деньги для повышения зарплат. Будет повышение зарплат, существенное повышение зарплат. Люди будут тратить эти деньги. Соответственно, пойдут налоги. Это весь круговорот. То есть президент говорит, те вещи, которые делали, будучи в правительстве, и гречанное, и додон, они не хотят прислушиваться. Когда мы говорим о социальных инициативах, мы показываем, откуда их взять. Мы показываем новые механизмы, инструменты решения социальных проблем. Опять же, тишина. В лучшем случае после этого копируется законопроект. Изменяется там несколько букв, цифр, обязательно дописывается согласно европейской директиве. Это как мантра. Я думаю, они ее не читают даже. Просто записывают, опять же, согласно тем условиям и рекомендациям Европейского Союза. И все. И ставится, говорят, это наш проект. Ну, ладно, слава богу, хотя бы додумались списать. Хотя бы и здесь без ошибок. При всем при этом, если говорить о сфере социальной работы, посмотрите в городе Кишиневе, где наша фракция в Мунсовете работает. Сколько социальных у нас проектов было? Начиная от детских площадок, скамейки, благоустройство, что касается вопросов дворов близкой. Потом помощь инвалидам, как финансовая, так и медицинским оборудованием. Затем мы говорим о многодетных семьях. Потом мы говорим о единовременной помощи детям. Там есть специальный список самых нуждающихся детей. Причем его блокировали, но фракция разобралась с этим. Потом мы говорим о помощи, о поднятии заработной платы вспомогательному персоналу школ и детсадов. Вы видели, у нас летом, после лета детсады не открывались. Да, давали огромный длительный отпуск. Не было кому приготовить еду, поваров не было. С родителями. Да, и это была огромная проблема. Кстати, тогда Евгений Акалинчабан прилагал множество инструментов. Часть из них была реализована. Вторая часть, я уверен, что мы добьемся, чтобы они были сделаны. То есть мы на примере даже города Кишинева. В оппозиции, когда мы не во власти, мы показываем, что можно реально работать даже с теми средствами, которые есть. На уровне республики также эти инструменты есть. Начиная от инициатив, у нас огромный блок социальных инициатив поддержки материнства и детства. Это и защита малоимущих, это и многодетные семьи, что крайне важно в нашей стране, тогда, когда одного ребенка уже, уже геройство на самом деле. А когда у людей по два-три ребенка, четыре-пять, я знаю, то о чем мы говорим? Им надо помогать. Я вам пример обычный приведу, точнее, пример приведу от необычной ситуации. У нас на днях были слушания в парламенте по исполнению, по реализации 140-го закона. Речь идет о детях, закон регулирует о детях, находящихся в ситуации риска и без родительского попечения. То есть когда вот уехали, причем родители на заработки, причем приняли его в 2013 году, вступил он в силу 1 января 2014 года. То есть, вы понимаете, прослеживаете, да, у нас даются нам кредиты, у нас массовый исход, который нужно возвращать с процентами, у нас одновременно массовый исход населения идет, появляется категория людей, детей, которых нужно защищать, выдается кредит под изготовление закона, разработку, принимается закон, начинаем его якобы внедрять, на самом деле не внедрили. То есть сами создали проблему, сами разработали закон, на каждом этапе они брали денег, и в конце концов у нас сейчас какая ситуация? Это 30 тысяч семей, по официальным данным, но мы знаем, что такое статистика наша, когда не ведется учет этого, находятся без 30 тысяч семей, это родители, которых и мама, и папа отсутствуют, с ребенком или с детьми, в зависимости от того, сколько детей в семье. Пример, страшный пример, был на слушаниях примария, я не помню, какого села, он рассказывал, говорит, вот скажите, как мне работать? Проблема еще в чем? Проблема еще в том, сейчас вернусь к этому примеру, в том, что нужно, согласно закону, специалист, который будет работать с этим детей, а специалистов нет, 900 с лишним примарий, только 19 специалистов, потому что закон приняли, да, обязали местные власти взять на работу, а денег не дали, вот и все. Это же как-то вот по-европейски, отчитались европейцам, у нас, вот, пожалуйста, у нас такой хороший закон, посмотрите, как мы все хорошо сделали. Это что не работает, так это, это не мы виноваты, вот так они говорят. Так вот, в этом селе многодетная мама, одиночка, у нее 9 детей, она оставила их на бабушку и уехала за границу, потому что ей просто их кормить надо, не одевать, а кормить надо. Приходит примарий, говорит, что мне делать? Вот, пожалуйста, жизненная ситуация, реальная жизненная ситуация, и вы бы видели, как он искренне возмущался, как у этого человека нагорело, он сидит за столом, где сидят госсекретари, чиновники, министерские начальники, депутаты и так далее, и он это все слышит об этих успехах, о которых докладывают наши медицинские чиновники, социальные чиновники, а он в селе имеет ситуацию конкретную. Это же не их дети, понимаете, ведь нет ощущения того, что согласно закону Бумеранга, тебя лично это тоже коснется, когда это все вернется тебе, потому что кажется, да, вроде где-то далеко. Когда-то мы думали, это где-то за океаном, потом думали, где-то это за несколько границ. А теперь говорим, ну это не за несколько десятков километров от нас, но сегодня эта беда стучится в наши дома, понятно, что мы видим на улицах брошенных детей, которые занимаются попрошайничеством, мы видим о том, какое количество людей без определенного места жительства, и вот буквально одна такая зарисовочка нам на телеканал пишут люди, мы жители улицы Рос, по вечерам и ночам невозможно дышать в наших домах. Почему? Значит, люди без определенного места жительства жгут листву, да, в которое упало, и вот они таким образом согреваются. Соответственно, все, так сказать, дым заполняет, попадает в квартиры, дышать тяжело. Помогите, что-то сделать. Что можно сделать? Ведь я же понимаю прекрасно, даже когда какой-либо участковый, отреагировав на звонок этого жителя, придет, возьмет этого бомжа, отведет к себе на участок, он первым же получит, нагоняет начальника своего. Зачем ты его сюда привел? Сейчас надо оформлять, куда его везти? В центре распределения, где и так мест нет. А там всего на 100, может быть, чем-то человек можно навесить почти миллионный город, который, в общем-то, бесперерывно лишает людей жилья для того, чтобы кому-то потом сделать что-то хорошо в бизнесе. Более того, я вам скажу, там условия страшные, там условия нечеловеческие. И полиция об этом прекрасно знает. Почему? Потому что, когда мы этого товарища с неопределенным местом жительства приводим в участок, согласно механизму, его потом отправляют в центр временного размещения, а он там уже был 25 раз до этого, и он знает, какая там ситуация страшная. Он не задержится. Он туда не хочет идти, и полицейские, чтобы меньше бумаг оформлять, отпустили, все, он пошел. И он пошел не на роз, он пошел на Христоботево, поднялся выше, и там будет сжечь листья. Так же с детьми улиц. Смотрите, что происходит. Их становится больше. При этом все нам докладывают о внедрении, вот, вслушайтесь в это, хороших практик и современных социальных инструментов поддержки детей, находящихся в ситуации риска и на улице. Много слов. Да. Букв столько. Да, вот представьте, вы это услышали, и вам сразу стало тепло, сытнее, легче. Вот, пожалуйста. Я сам пытался понять это, я думаю, потом переспрашиваю, говорю, что вы имели в виду? И опять пошла подобная фраза. Ну, думаю, ладно, с вами все понятно. Так вот, раньше же у нас как было? Раньше было, когда полиция, когда военные брали, будем так говорить, к себе на воспитание вот подобного рода подростков. И перевоспитывали их, вели их, сын полка и так дальше. Сегодня у нас патриотическое воспитание на каком уровне? Лицей. Это уровень унирии, это уровень того, что Молдовы не существует, и то, что мы граждане другой страны. Это происходит у нас сегодня в большинстве школ. В университете, к сожалению, та же ситуация. А государственной идеологии и конкретной патриотической программы действий не существует, чтобы правительству удобнее допускать проведение маршев, которые пропагандируют за другие страны. Правительству удобнее разрешить выставление палаток, размещение палаток в центре города за сбор подписей, за объединение с другой страны. Хотя в той соседней стране за это сажают на много-много лет. Так, чтобы пенсии не доживаешь. А у нас этого нет. Поэтому, понимаете, проблема... Говорить просто об одной проблеме нельзя. Со всех сторон течи. Абсолютно со всех сторон. Подняли вопрос на суицида. Очень интересная тема. Только не подумайте, что в качестве развлекаловки интересная тема, потому что у нас все молчали до определенного времени, буквально до полутора лет, пока у нас не пошли вот эти моменты, что касается социального интернет-суицида, я его так называл, когда склоняли к этому через средства интернета, через сайты и так далее. Что у нас сегодня происходит? У нас по-прежнему... Я специально взял с собой статистику в разрезе, почему в начале передачи сказал, что лучше смотреть в разрезе. Попыток суицида было 697 в 2015 году. В 2016 году 815. В 2017 году 928. В 2018 году пока еще нет статистики. Вот к концу года я буду иметь... В начале следующего года буду иметь статистику уже за 2018 год. У нас это увеличение идет. Количество смертей. Это вообще страшная ситуация. В 2015... Ну, здесь много цифр, но скажу вам одно, что в сельской местности намного больше людей оканчивает жизнь самоубийством, чем в городской местности. Более того, согласно статистике, у нас сегодня 500 человек в год заканчивают жизнь, это средняя цифра, самоубийством. То есть, один-два человека в сутки умирает принудительно, будем так говорить, не по своей воле, потому что их довела жизнь. Об этом молчат. Никаких мер не предпринимают. Когда мы говорим о том, что, коллеги, нам вообще здоровье, психологическое здоровье, общественное здоровье, психическое здоровье общества очень важно. Маленький пример. Видите, что у нас по улицам происходит. У нас ходят люди, будем говорить, как оно есть, больные шизофренией, люди с ментальными отклонениями, которые должны находиться в специализированных учреждениях. А у нас что сделать? Под наблюдением? Под наблюдением. Они избивают случаи на буйканах. Я извиняюсь, в непристойном виде, в голом виде женщина ходит, и мужчина тоже. Вот сейчас буквально упоминание было в средствах маркетинговой информации. По центру города, в других городах такая же ситуация происходит. У меня на столе несколько заявлений от жителей сел, и хуже всего, что от родителей этих детей с просьбой помочь госпитализировать их детей. И это не просто дети, это уже взрослые люди. Отец пенсионер, мать пенсионер, он агрессивен. А все почему? Потому что сократили количество мест в специализированных учреждениях, мы говорим о спецбольницах, создали центр ментального здоровья. Он есть в каждом районе. В каждом секторе города и в каждом районе республики. Способен этот центр изменить? В том-то и дело, что центр ментального здоровья заинтересован должен быть взять на учет этих людей, проводить с ними профилактику, работать с этими семьями, знать каждого человека, у которого обострение бывает, в какой период, предупреждать это, заранее приглашать семью, выезжать мобильной группой на место, предупреждать этот случай, чтобы с ним что-то было, что-то можно было сделать, потому что, ну, это же никуда не годится, когда мы ставим с одной стороны, ведь тут и одни, и другие страдают, и жители обычные, которые здоровые, страдают от того, что не дай бог ребенок их попадется, не дай бог этим прохожим будет жена, либо мать. А с другой стороны, если так получится, что этот человек умрет в результате избиения, который находится в состоянии нездорового вам на сегодняшний день, это же тоже проблема. Спрос с того, в общем-то, никакой, а ты потерял здоровье. А ты отвечай, а у тебя семья, и так далее. И это проблема на сегодняшний день. С этим надо работать. Следующий очень важный вопрос. Психологические службы. У нас сегодня нет закона о статусе психолога. Мы его все разрабатывали, еще при председателе комиссии нашей специализированной парламентской здравоохранения и семьи социальной защиты, Доменти, была организована рабочая группа по разработке законопроекта о статусе психолога и о деятельности психолога в целом. Вот она работала, действительно шло. Потом вот в конце, так сказать, решили быстренько его сейчас оформить в количество листов бумаги, отдать правительству для того, чтобы утвердить, опять же, для категории психологов показать. Мы думаем о вас. На самом деле, закон был крайне сырой, закон был с юридическими отклонениями, без четких правил регулирования. Я бы сказал, даже концепт не был продуман, так как это нужно. Я ему не подписал этот законопроект. Я говорю честно, и своим коллегам я тоже говорил, я говорю, ребят, я не подпишу только по одному простому моменту. Они говорят, ну ты же по образованию психолог, ты же тоже знаешь наши все нужные. Я говорю, знаю, поэтому не подпишу. Я объяснил им все, почему. У нас были сложные с этим ситуации, но на сегодняшний день все признают необходимость и говорят, да, действительно, тот закон не прошел. Да я вам более того скажу, парламентское большинство подписало, и правительство парламентского большинства дало отрицательное визе на тот законопроект. Непрофессионально подготовлен. Просто подписать это одно. Я понимаю, голосовать можно, как они все голосуют, без прочтения проектов. Поотможки. Но думать о людях надо. Дальше. Есть порешение по суициду. Опять же, что происходит у нас с детьми, которые совершили попытку, не дай бог, они остаются в обществе. Их надо разместить в специализированные центры, где будет соответствующая среда благоприятная, чтобы вернуть детей ментально, духовно, эмоционально из этого кризиса. Это нужно сделать. Российской Федерации начали это делать. Более того, там вначале были экспериментальные пилотные проекты. Посмотрели, что работает. Давайте мы будем это внедрять. Внедрили, нашли деньги. Почему? Потому что понимает здоровье общества. Это все. У нас этого нет. Мы говорим о том, что давайте специалиста по работе с детьми внедрим. Опять же, денег на это нет. Но при этом отдавать сотни миллионов лейфт долга, банковская кража, у нас есть эти деньги. При этом повышать заработные платы сотрудникам надзорно-контролирующих силовых ведомств, я говорю о фискальной службе, ЧНА, руководители МВД и средний персонал, потому что участковые, это страшно, что люди получают, семьи полуголодные. У нас деньги есть на это все. То есть мы вкладываем в силовые части, грубо говоря, в тюрмы, а не вкладываем в образование. Вот, пожалуйста. И, кроме того, вот последнее, что касается суицидов, у нас проблема даже не столько в детях, и дети, подростки до 18 есть, у нас проблема со средним возрастом. Это 25-40 лет. Вон там самая большая группа риска и те, кто больше всего заканчивают жизнь самоубийством. И, к сожалению, начали расти пенсионеры. И жить не на что. Знаете, трудно говорить о проблемах страны, граждане которой не просто не хотят жить в этой стране, они вообще не хотят жить. Вот что страшно. Это печально. Если все-таки еще вернуться к теме детей. Одна из обсуждаемых тем на парламентской площадке была тема детей, которые не вакцинированы, на которые, в общем-то, должны учиться. Вот что сейчас с этим всем происходит? Когда говорим об этой большой проблеме, об этом направлении, я всегда немножко вдаюсь в историю, как началась эта проблема. Почему? Потому что на сегодняшний день у нас многоголосие. Каждый высказывает свою позицию. Каждый говорит о том, что он знает. И истина, она путается в тех очень часто... Теряется. Да, она теряется смысл. Вообще, зачем началась эта кампания, откуда она взялась и так далее. Все мы помним лето, все мы помним ситуацию в Гагаузии, откуда, в принципе, и пошла так называемая вспышка заболевания кори. Затем в других районах обнаружилось. После этого правительство приняло решение о введении чрезвычайной ситуации и запретили невакцинированным детям поступать в учебные заведения. Это было в августе месяце. Вот. Причем невакцинированно не только от кори. В целом, здесь с какой ситуацией столкнулись? Многие дети год-два не получали вообще прививку. Заходили в школу, мы знаем, как это делается. Все знают, как это получаются, справки и так далее. Кстати, об этом поговорим. Важный очень момент, который признают чиновники министерства, который они не могут контролировать. Получали эти справки, заходили, невакцинировали дети. Все довольны. Мама с папой отказались по ряду причин. Ситуация была нормальная. Сейчас категорически запретили. Было огромное количество детей, которые не посещали эти школы. На сегодняшний день это около 3000 человек. Плюс-минус. Ежедневно меняется это количество, поэтому утверждать, что 2995, либо 3011 невозможно. Около 3000 человек. Мы в сентябре месяце поднимали этот вопрос. И наша позиция, она неизменна. Мы выступаем за доступ детей к образованию. Ребенок должен учиться. Точка. Это не обсуждается. Любой родитель хочет, чтобы его ребенок учился. И это нормально. Это государство должно быть зарегистрировано в подготовленных кадрах, в детях, которые получили образование, в умных детях. В сентябре месяце мы поднимали этот вопрос. 1 октября наша фракция подала обращение в Конституционный суд с требованием о признании неконституционного положения статьи в законе о здоровье по части допуска или нет допуска детей в учебные заведения. Мы тогда это сделали вместе с нашим адвокатом Фадеем Нагачевским. С 17-го Конституционный суд принял наше обращение. В это время, когда у нас были протесты, вы помните, все высказывались за и против вакцинации. Уже смешалось все. Извините за выражение. Конь и люди. Уже никто не понимал суть вопроса. Министерство 17 октября, правительство, выпускает совместный приказ министра здравоохранения и министра образования о допуске все-таки этих детей в школы. Ну, мы уже все думаем нормально. Надавили через конституционный суд, пошли передачи в масс-медиа, люди начали возмущаться, что все-таки при том, при всем детей надо пустить в школу и дальше уже разбираться, что происходит. Заседание Конституционного суда состоялось после этого, который принял... Я не хочу обсуждать решение Конституционного суда, но оно очень удобное для правительства. Почему? Потому что, если раньше говорили, у нас есть закон, то теперь говорят, почему? Ну, это же Конституционный суд. Все, он решил? Мы обязаны исполнять. Ребята, ну что вы от нас хотите? Мы обязаны исполнять. Это не мы. Это вон там в Кишиневе сидят с десяток человек Конституционного суда, половина из них граждан Румынии. Это они приняли это решение. Хотя в этот же день был протест у здания Конституционного суда. Одновременно с этим на сегодняшний день разрабатывается пакет законодательных инициатив в Министерстве здравоохранения. И суть их сводится к следующему. Вот мы часто задаем вопрос. Ребенок не вакцинирован. Он же не виноват? Это же ребенок. За него отвечают родители. Кто в этом виноват? Родитель, который не хочет. По ряду причин. Как правило, эта причина не религиозная. Нам пытаются навязать чиновники министерства. Вот посмотрите, эти товарищи, у которых религия. Они все такие-сякие и так далее. У нас были слушания в парламенте на базе нашей комиссии. Присутствовали представители абсолютно всех религий в Республике Молдова. И ни один из них не сказал, я не хочу вакцинироваться, потому что я представляю ту или иную конфессию, ту или иную религию. Я не хочу вакцинироваться, потому что я не доверяю вакцине. Потому что я не доверяю системе вакцинирования Республики Молдова. Системе здравоохранения. Я не доверяю условиям, в которых это происходит. Вот о чем говорили. Все с этим соглашаются. В том числе и чиновники из правительства. Одновременно с этим у нас ситуация зашла, будем так говорить, ответственность и со второй стороны есть. Это стороны семейного врача, который ведет непосредственно этого ребенка. Смог ли он убедить? В чем его ответственность? Потому что очень часто семейный врач не может убедить. Я задавал этот вопрос госсекретарю Сергуленко. Буквально недавно мы тоже встречались на одной из передач. И в частной беседе задала вопрос. Я говорю, ну как же так? Я говорю, ведь если речь идет о том, что вы считаете, это необходимо, ведь доктора должны убеждать, они должны говорить, вот как учитель своего ребенка учит, хочет, чтобы у него класс был... Убеждает в этих знаниях. Он своим примером показывает. Так и это на своем участке. Показывает, говорит, вот мой ребенок вакцинирован. Почему? Ты получишь от этого защиту, от этих болезней. Мама ему говорит, нет, мой ребенок не может быть вакцинирован, потому что у него какая-то болезнь, которая противопоказана. Семейный доктор говорит, ничего страшного, давайте мы сделаем обследование, выясним. Делают обследование. Принимает все инструменты убеждения, пользуется всеми доступными средствами, законами для того, чтобы убедить родителей в вакцинации. Но этого не происходит. И это не происходит по двум причинам. Во-первых, в этом не было заинтересовано Министерство здравоохранения. Во-вторых, это практика семейных врачей. Не все семейные врачи могут достучаться. Одновременно с этим на сегодняшний день правительство, вот вернемся к пакету законодательных инициатив по правительству, они разрабатывают пакет инициатив согласно которым будут наказывать родителей, которые отказываются вакцинировать. То есть, понимают, есть проблема, эта проблема обсуждается, детей надо пускать. Да, что делать? Решение Конституционного суда воспользовались им? Воспользуюсь все. Конституционный суд наш решили вопрос. Замечательно. Так, немножко детей пустили в школу. Хорошо. Хотя не пускают в школу. Не пускают после этого совместного ордена. Потому что после этого Министерство образования выпустило дополнительный приказ, которым запретило детей пускать в школы. И сегодня мы бываем, наши депутаты бывают во всех районах, и к ним приходят люди и говорят, ну как же так, по телевизору нам сказали, по телеканалам власти, что все хорошо, что приходите, мы приходим. А нам говорят, нет. И это правда, такая ситуация есть. Поэтому что решили? Наказывать родителей, которые не хотят вакцинировать своих детей. Вот такое вот решение они взяли. Сказали, что это хорошие международные практики. Но мы этот вопрос еще изучаем, и мы его еще смотрим. Дальше. Важный, вот тут вот очень важный момент. Мы выступаем за доступ к образованию. Если образовалась ситуация, что детей не пускают в школы по причине отсутствия вакцинации, так воспользуйтесь опытом европейских стран, на которых вы равняетесь, создайте альтернативные способы доступа детей к образованию. Ведь есть же у нас способы доступа детей к образованию, когда они с ограниченными возможностями, дети-инвалиды. Создайте здесь, если вы не сумели убедить это. Чем аргумент вообще смешен и страшен? Вы помните, давно начался этот аргумент. Что мне ответили? Это публично было сказано, можно прослушать. Говорит, Владимир, вы понимаете, вот до 2009 года не были развиты социальные сети, Google, Facebook, Одноклассники, Контакты, Instagram и прочее, прочее, прочее. И там не было антивакцинных движений всяких. Говорит, а вот сейчас они есть, и поэтому они убеждают родителей о лжестве действия, предоставляя информацию несоответствующую действительности по медицинским параметрам, о том, что это плохо. Нашли причину в Facebook и в Google. Ну, о чем говорится? Сводится, в принципе, все к тому, что нет доверия самой вакцине? Нет доверия вот этому препарату? Да, об этом и речь, что родители, не то, что они хотят вакцинироваться, нет доверия вакцине, потому что они видят опобочные реакции. То есть именно к той вакцине, которую закупает Молдавский Минздрав? Именно к той вакцине, которую вакцинирует Молдавский Минздрав. Да, Молдавский Минздрав, что говорят? Мы покупаем через Юнисеп, вы же знаете, какая-то организация авторитетная, мы не можем покупать плохие вещи. Не важно то, что выяснили, что вакцина годна до 1 января 2019 года, и как-то это все слишком складно получается, что происходит. Более того, другой вопрос, у нас на сегодняшний день уровень вакцинации 87% населения. Это очень важный вопрос, я говорю в целом, а по национальной программе должно быть 95%. И чиновники признают, они говорят, мы же ожидали, что у нас будет вспышка в связи с низким показателем вакцинации. Сами же допустили. Совершенно верно. А он начал снижаться с 2009 года. Они же об этом сказали вследствие Гугла и социальных сетей. Ну, конечно. Опять же, в этом плане. И поэтому объединили всех и все, но только не они в этом все виноваты. Ну, картина понятна. Спасибо вам большое за вот этот подробный разговор. У меня, кстати, осталось очень много вопросов еще, так сказать, за кадром теперь уже, потому что время программы, к сожалению, заставляет нам прощаться со зрителями. Я хочу сказать, что тема, которую мы затрагиваем с вами в наших эфирах, крайне интересная. И мне не просто гражданину, еще интересно тем, что я, как и молодой отец, и сопереживая всем своим коллегам по этому статусу, понимая, в общем-то, с какими проблемами мы сталкиваемся, поднимая наших детей, с чем приходится сталкиваться. И я вижу здесь только одну возможность изменить ситуацию. Нам просто нужно поменять этих людей, которые управляют нашей с вами жизнью. Эти люди, ну, они не должны влиять отрицательно на то, что происходит, на все эти процессы. Отрицательно влияют на экономику, отрицательно влияют на рост населения, отрицательно влияют на наполнение пенсионного фонда, отрицательно влияют на то, что происходит в стране в целом и вокруг нее. Мне кажется, вот этому знаку минус нужно давно уже сказать до свидания и поменять ситуацию в стране на знак плюс. Ну, будем ждать этих перемен. Смотрите, я с вами согласен, буквально две ремарки. Первое, то, что вы сказали, медики нынешние называют это раковые опухоли. Совершенно верно, все согласны с нами, что ее надо вырезать. А в конце концов, как бы ни было бы тяжело, но когда правительство думает о людях, люди действительно чувствуют себя хорошо. И не надо искать проблем в оппозиции, в отсутствии денег, в том, что кто-то выступил заявлением, в гугле, в социальных сетях, в ком угодно искать виноватого. Потому что народ не может быть не прав, и только истинное желание ищет возможности. Все остальное ищет причину. И это точь-в-точь про наших правителей этих девяти лет. Спасибо. Всегда будем с удовольствием вас приглашать в нашу студию. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был депутат парламента Владимир Односталко. Оставайтесь с нами, будет интересно, мы работаем для вас. «Персональный акцент»